Здравствуйте! Наш сегодняшний обзор в очередной раз посвящен обогревателю газовому BDN-100. В сегодняшнем видео мы продемонстрируем одно из наиболее частых его применений для обогрева автомобиля в холодное время года. Благо погода сейчас позволяет на улице минус 13 градусов. Для демонстрации нам также потребуется автомобиль. Это ВАЗ-2104, который используется у нас в магазине для доставки крупногабаритных товаров. Перед Новым годом в Москве стояли довольно крепкие морозы. Традиционно в предновогоднюю суету у нас много заказов. Все хотят успеть купить подарки и немногие готовы отстоять в километровых пробках и в очередях за покупками. Машина работала каждый день. Как назло в это самое время у нее сломался отопитель и температура в салоне немногим отличалась от температуры за бортом. На помощь пришел автономный обогреватель BDN-100. Это компактное устройство весом всего 2,5 килограмма, отогревает, обладает мощностью 1-3 киловатт и отогревает этот автомобиль до приемлемой температуры в течение пары минут. Работает он на стандартных цанговых баллонах пропан-бутановой смеси 220 грамм. Они легко доступны, продаются практически в каждом крупном магазине и стоят недорого. Обогреватель оснащен пьезоподжигом для удобства зажигания, а также на морозе или с новым баллоном имеется специальный инициатор поджига. Вот он включился. Использование его для обогрева автомобиля в принципе можно считать безопасным, потому что работает он не конвекционным образом, как например печка-буржуйка, а за счет ИК-излучения. Благодаря этому нагревается не сам обогреватель, а предметы вокруг него. У самого же устройства нагреваются только верхние прутики защитной решетки и верхняя часть корпуса непосредственно над горелкой. Таким образом использовать его для отогрева автомобиля довольно безопасно. Поставим его в машину, пришли, завели, включили печку, пока можно почистить машину от снега. Обратите внимание, практически сразу начинают запотевать стекла, что говорит о том, что внутри уже достаточно тепло. И это в автомобиле, у которого изношены все дверные прокладки и щели в корпусе такие, что можно неиллюзорно запихнуть их пальцами. Я думаю, комментарии излишни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!